И всем привет, друзья! Вы на канале GameOver, с вами Иван, и сегодня у нас свежая серия Universe Sandbox 2. Друзья, насколько мы все знаем, нам постоянно, нашей планете Земля, постоянно из космоса угрожают различные опасности, какие-то астероиды, возможно даже кометы. И в сегодняшней серии я попробую сделать такую симуляцию, посмотрим с вами, рассмотрим, что будет с нашим домом, если какие-то известные кометы, астероиды и даже планеты или спутники упадут на нашу Землю. Погнали, друзья! Так, давайте переместимся к нашей Земле, давайте немножко скорую замедлим. Постоянно симуляция начинается с большой скорости, это меня нервирует. Так, 2 секунды в секунду, я думаю, это будет нормально. Действия. Кстати, да, у меня есть серия в плейлистах игры о космосе по Universe Sandbox 2. Кому интересно, поищите, посмотрите, как умирали динозавры. Достаточно такая интересная получилась симуляция эпохи вымирания динозавров. Ну и что-то сегодня в этом плане мы будем с вами делать, только уже эпоха вымирания человечества. Так, действия. Давайте попробуем, значит, запуск. Могу запускать на нашу Землю. Так, небольшие объекты. Да, нет, погоди-ка, где у нас? Да, вот правильно, всё, вот. Небольшие объекты. Так, ну и, наверное, самые известные такие объекты. Начнём, наверное, с кометы Галилея. Радиус 5,50 километров. Поехали. Так, время, наверное... Хотя нет, время, пока я... Итак, нормально, 2 секунды в секунду. Поехали. Если что, мы с вами затормозим, притормозим. И посмотрим. Пошла наша комета Галилея. Кстати говоря, можно будет... Так, сейчас давай сразу посмотрим климат. Вот. Дождёмся удара и посмотрим, взрастёт ли температура на Земле. И как скажется это на движение планеты. Замедлится ли скорость. Блин. Сменится ли, я не знаю, наклон оси, наклон Земли. Произойдёт ли. И посмотрим, ну, само место удара. Посмотрим, сменится ли состав планеты. Так, давайте немножко ускорим время. Я надеюсь, наша комета не пролетит мимо Земли. Так, вот она пошла, комета, и... Ага, удар. Слушай, она упала, да, она упала в Тихий океан. Ну-ка, климат. Ну, на климате это никак, я тебе скажу, не сказалось. Давай немножко время увеличим. Я скажу так, что... Погоди-ка, стой. А почему так много образовалось ударов, ударных кратеров? Ведь вообще, по идее, комета Галилея упала у нас в Тихий океан. А, то есть, погоди-ка. Стой, стой, стой. Фрагменты Земли? Да ладно. А, это фрагменты Земли. Слушай, от удара у нас... Оторвало... Короче говоря, плоть нашей Земли. И выкинуло в открытый космос. И оно в дальнейшем всё упало обратно на Землю. А сколько прошло? Я не заметил дня два, наверное. Так, ну-ка, давай посмотрим состав по воде. По воде у нас ничего не изменилось. Я не успел заметить, изменилась ли масса. Нет, по-моему, масса не изменилась. Радиус. Радиус тоже не изменился. Движение. Вот движение, кстати, мне интересно посмотреть. Именно период вращения. Нет, ну, период вращения тоже не изменился. Наверное, произошло лишь то, что... Ну, обычная катастрофа такая, знаешь, глобальная. То есть, куда упали фрагменты нашей вырванной Земли, они упали на континенты. И там теперь больше нету жизни. И, кстати, да, здесь должны сейчас образоваться огромные кратеры. Давай перемотаем. Ну, давай посмотрим. Наверное. А, вот, кстати, смотри. Образовалась в Тихом океане, образовалась пустошь. Сейчас это все дело... В Северной Америке, смотри, какой огромный кратер. Обалдеть. Но в дальнейшем, интересно, это превратится в озеро или нет? Давай еще немножко перемотаем. Так, стоп. Да, кстати, смотри. Вот здесь образовалась в месте удара, где Северная Америка у нас, рядом со Флоридой, образовалось огромное озеро. Прикольно. Классно. Так, ладно, давайте не будем медлить. И давайте создадим новую симуляцию. Новая симуляция Земля. Так, замедляем скорость. Один час в секунду нет. Минута вот так вот. Пока этого достаточно, там посмотрим. Так, значит, запускаем, запускаем мы Апофис. Кстати, да, знаменитый такой астероид Апофис, да? Радиус 162 метра. Ну, я не знаю. Давайте попробуем запустить его в Африку. А там посмотрим, каких бедствий нам принесет этот астероид. Поехали. Слушай, ну, он на огромной скорости просто приближается к Земле. Так, температура. Масса. Ну, мне кажется, нет. Тут особо, как бы, ничего особого не произойдет. Только лишь... Огромное количество погибших людей и животных, скорее всего, я думаю. Ну, и, конечно, туда, куда он упадет, там больше, наверное, не будет жизни. Да ладно, это все? Слушай, мне показалось, как будто он просто сгорел в атмосфере. Я тебе серьезно. Слушай, он сгорел в атмосфере... Ну-ка, стой. Фрагменты. Это фрагменты нашего астероида. Ну? А, вот, погоди-ка. Нет, все-таки, как бы, я что-то не пойму. То есть, столкновение с Землей было или нет? Или... А, он в атмосфере... Погоди, он в атмосфере распался на несколько частей. Я понял. И все его фрагменты теперь упали на разных континентах Земли. Вот оно что. О, нифига себе. Это как комета Шумейкера Флеви. Ты понял? Которая упала на Юпитер. Ну-ка, подожди-ка. Давай-ка промотаем. Так, а что у нас произошло? Ну, особо, как бы, ничего. Но из космоса, да, конечно, было бы... Видно, было бы масштабы катастрофы. Так, климат. По климату ничего. Обзор. Скорость. Скорость планеты не изменилась. Период вращения тоже ничего. Нормально. Состав. Ну, нет. По составу все то же самое. Значит, все, я понял. Она просто развалилась в атмосфере и, блин, разделилась на огромные части. Я понял. Но, кстати, масштабы-то она катастрофы нанесла немало. Я тебе скажу. Если смотреть на континенты, то, блин, там огромные кратеры. И на месте падения фрагментов астероида, блин, образовались огромные озера. Так, хорошо. Ладно, давай-ка дальше. Давай дальше будем симулировать. И сейчас, наверное, я думаю, что-то более масштабнее мы с вами запустим на нашу Землю. А что может более масштабнее, чем Луна? Согласись? Так. Я даже не знаю, как это будет выглядеть. Так, ладно, хорошо. Действия. Так, спутники. Вот они, наши спутники. Слушай, а может быть... Ну, я не знаю. Деймос и Фобос запустить. Это у нас два спутника Марса. Блин. Ну, давай, ладно. Раз уж мы собрались что-то более масштабнее запускать, начнем с этого. Поехали. А Луна? Я не знаю, каким образом это типа произошло или, блин, произойдет. Навряд ли это произойдет. Но это у нас произошло. И давайте посмотрим, что будет. Земля и Луна. Так. Немножко надо, наверное, ускорить время. Потому что, блин, идет очень медленное сближение с Землей. Сейчас мы этот момент немножко остановим. Земля, Луна. Так, еще немного останавливаем время. Ну, вообще, по идее, по идее, на таком расстоянии у нас уже должны начаться отливы. Или, наверное, скорее всего, блин, приливы. Совершенно. Да если бы Луна уже приближалась бы, то, я думаю, мы бы Земли увидели бы огромную, я бы сказал, так, панораму приближения Луны на нашу Землю. Причем она довольно-таки быстро приближается. Если вот в 7 секунд в секунду, то, блин, я не знаю, на каком, примерно, какой скорости она приближается к Земле. То есть, где-то примерно, ну, за 3 минуты, блин, ну, сколько здесь расстояния, 5000 может быть километров, блин. Ну, интересно. Давай немножко ускорим время. Вообще, вообще, я так планировал ее прямо в бок запустить. Вот в этот край Земли. А вот, кстати, смотри, уже видна тень на Земле от Луны. Здесь уже, как бы, полная тьма, полная, ну, ночь наступила, можно так сказать. Или лудное затмение, блин. Так, Земля, давай посмотрим, сразу переезжаем на климат. По составу, по движению. Планета, конечно, должна немножко замедлиться. По периоду вращения. Вернее, нет, она, наоборот, должна быстрее крутиться. Ну-ка, подожди. Ну, вот сейчас будет сам масштаб катастрофы, блин, и... По-моему, да. А вот теперь, да, хана. Кстати, у нас изменился наклон Земли. Наклон Земли и период вращения Земли, смотри, он ускорился. То есть, Земля делает полный свой оборот за... Сейчас, подожди-ка, она полностью, когда у нас... За 11 часов? Да ладно. Слушай, ну, это период, ранний период, когда Луна был... Только образовывалась, образовалась рядом с нашей Землей. Температура поверхности 985 градусов. Ну, все, здесь живого, здесь точно ничего не то уже. Так, состав, состав. Вода. Да, вода, кстати, у нас... Вода испарилась с Земли. То есть, ее выкинуло в открытый космос. И, кстати, огромные, смотри-ка... Ну-ка, стой-стой-стой-стой-стой-стой. Масса, радиус. И Земля, кстати, потеряла... Блин, массу, слушай. Огромные фрагменты Земли просто выкинуло в космос. Я не знаю, конечно, в будущем, может, эти фрагменты столкнутся друг с другом и образуют новую Луну. Вокруг Земли? Так, давай, ускорим. Я буду очень удивлен, если здесь образуется жизнь через некоторое время. Так, климат. Ну, да, понятное дело, через некоторое Земля, конечно, остынет. Но вообще, по идее, она должна сейчас накалиться. Накалиться до нескольких тысяч градусов. Так, океанов не стало. Зелени тоже больше никакой. О, посмотри, огромные фрагменты просто Земли вылетели за пределы. Так, ну и... Земля остывает. Да ладно, у нас появилась опять вода. Ну-ка, состав, климат. А, нет, ну да, воды-то у нас немножко осталось. То есть, через несколько, наверное, миллионов лет, я так думаю, Земля восстановится. То есть, такой, какая она была. Так, а куда у нас пришелся главный удар? А, Евразия. Слушай, вот здесь вот образовался новый континент, если приглядеться. Между Евразией и Австралией. Подожди-ка, ну-ка. Ну, практически, да. И смотри, а людишкам не помеха. Слушай, они живучи, как тараканы, блин. То есть, жизнь все равно осталась на прежнем уровне, блин. Им, блин. Как это возможно? Но, кстати, да, зелени больше вообще, растительности на планете нету, я вот заметил. Вообще, по идее, она должна замерзнуть, блин. Огромный выброс пепла и, блин, пыль должна подняться в атмосферу, я не знаю, блин. Да вообще, атмосферы не должно быть после такого. Так, ладно. Ну, давай еще проведем одну симуляцию. Так, Земля. Давайте что-нибудь, я не знаю. Может быть, покрупнее запустить на Землю? Сейчас я немножко останавливаю. Период вращения. Вот так вот. Давайте вот так. 8 секунд в секунду. Действие. Что-нибудь покрупнее. Земля-Марс. Слушай, а если столкнуть Землю с Землей? Мне кажется, Земля должна расколоться просто на куски. И, блин, от нее вообще ничего не должно остаться. Не уверен, конечно, но тем не менее. Давайте посмотрим, почему бы нет. Так, ладно. Стоп, стоп, стоп. Замедляемся. Давай посмотрим. Состав сразу смотрим. Вообще вода пока не испаряется. Ну-ка, стой. Масса, радиус. Масса падает. Да, все-таки. Фрагменты от Земли. Да, все, радиус теряется. Фрагменты от Земли у нас, блин, выкидывает в открытый космос. Ну-ка, подожди-ка. Может, все-таки она сольется со второй Землей, блин, и станет более... Наиболее больше. Ну-ка, стой. Воу. Да ладно. А почему радиус не изменился? Я не понял. Состав. Вода у нас на месте. 17 градусов. Ты издеваешься? Движение. А движение? Ну-ка, 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 ну-ка. Стой. Период вращения сутки? Ну, блин, нет. Я в эту симуляцию явно не верю. Так. Погоди-ка. Давай запустим в Землю Марс и посмотрим, что будет. Так. Действие запустить. У нас в диаметре 3000 километров. Газовые гиганты я, блин, даже не знаю. Наверное, не вижу смысла просто запускать на Землю. Ну, потому что газовый гигант полностью поглотит нашу Землю. И мы даже не увидим, что будет с Землей. А газовый гигант будет в порядке. Так, поехали. Запускаем Марс. Так, поехали. Состав. Климат. Ну, температура сейчас должна вообще-то подняться, не знаю, до нескольких тысяч градусов резко. Ну, вот. А вы хотели найти Марсиана Марсиана. Марсиане сами к вам прилетели. Да, температура, кстати, резко возросла. Блин, почему радиус? Радиус не растет. Почему масса? Масса падает. Так, климат. О, кстати, да. Смотри-ка, теряется у нас вода. Смотри, вода теряется у нас, кстати, в составе Земли. Причем очень так нормально, бодрячком, я бы сказал. Так, движение. Орбитальный период. Смотри-ка, у нас, кстати, стал полтора года, то есть вокруг Солнца, да? Был год, 365 дней, а теперь примерно, ну, побольше стало. В половину. Так, и что у нас? То есть, немножко она сошла со своей орбиты, я так понимаю. Ну-ка, а период вращения? Да ладно, Земля вертится. Да ладно. Период вращения? 1 час? Ну, 1.93, 2 часа. Офигеть. Ну-ка, стой-ка. И, кстати, по-моему, у нас Земля стала вращаться, как планета Венера. Она то есть, крутится по часовой стрелке, да? Смотри-ка. Да-да-да, кстати. Так, а что у нас? Планета у нас... Ну-ка, погоди-ка. Ну, планета нет. Она наклон оси не изменила. Хотя нет, немножко... Она как бы немного упала на бок. Ну-ка, давай-ка перемотаем время. Климат. 700 градусов по Цельсию состав. Да, достаточно много воды потеряла планета. Ну, и много прибавилось силиката движения. Да, 1 час 93. У нас период вращения. Скорость планеты вращения, да, тоже на 3 километра увеличилась. Гравитация на поверхности, кстати, по-моему, возросла. Да, и, конечно, в радиусе планета потеряла аж на 2000... Блин. Была радиус 6000 километров. То есть массу мы скинули огромную с поверхности, блин. Ну-ка, давай промотаем время. Да, мне кажется, давление на поверхности, кстати, возросло. Парниковый эффект. Ну, блин, землян-то посмотри, землян все устраивает. То есть жизнь все равно на этой планете оказалась. То есть через некоторое время она снова появилась. А, ну, блин, вращение, конечно, день идет всего лишь... Ну, можно сказать, грубо говоря, 2 часа. Давай перемотаем немножко. Я хочу посмотреть место удара. Ну, какой континент-то у нас упал? Ну-ка, стой, стой. Давай быстрее. Пускай это все место удара остынет. Угу, отлично. Оу, я так понимаю, у нас здесь был тихий океан. Слушай, это Евразия? Бывшая Австралия. Ух, блин, у нас огромный новый сверхконтинент, слушай. Да, ну и как мы видим, растительность, то есть после такого удара, она тоже, блин, не восстанавливается. Странно, конечно. Мне кажется, вообще, после таких ударов планету просто должно разнести на куски. Она просто должна расколоться и, блин, на куски распасться и улететь в открытый космос, блин. Ну, я не знаю, короче говоря. Короче, ребята, пишите в комментариях свои соображения, воображения. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok